здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки 127 выполнял к задачка по теме фото эффект ну прежде всего почему я сейчас расскажу как решается значит во первых мне приятно потому что сегодня получил вот такой вот письмо добрый день тут по ссылочке задачку решает только большинство студентов не понимает почему условие записывается 20 электронов они наоборот ведь по идее понадобилась энергии 20 фотонов для выбивания одного электрона можете объяснить в общем без вас никак поручайте все эти задачку как по бумажке читают ну ссылку я специально не буду давать вот если уж кому-то очень захочется может просто написать фото эффект задачи найти это ю тубе вот такая вот ситуация ну что ж я тоже попробую рассказать эту задачку думаю что после моего объяснения будет понятно что как и почему и как это записывается ну что как говорится поехали а задачка вот такая в опыте по изучению фотоэффекта свет чистотой 6 1 10 14 герц падает на поверхность катода в результате чего возникает ток график зависимости от напряжения между анодом и катодом проведен на рисунке какова мощность падающего света п если в среднем один из 20 фотонов падающих на катод выбивает электрон вот такая вот штукенция ну что начинаем рассуждать ну значит не вдаваясь подробности вот несколько так сказать вещей вот если мы нарисуем то сказать трубку стеклянную давай сюда вставим два электрода один из которых назовем катодом а другой назовем анодом вот и подсоединим сюда амперметр обратите внимание здесь пока нету никакого источника тока вот просто напросто катод сказать а ну вот и все ну естественно ток то не течет для того чтобы ток пошел и амперметр или миллиамперметр стал что-нибудь показывать вот значит эту цепь нужно замкнуть каким-то образом а замыкается на следующим образом вот на самый катод да вот мы подаем через окошечко пучок света значит фотон имеет энергию которая можно почитать как аж ню где аж постоянная планка вот я думаю что эту формулу да вот все знают энергия фотона можно даже тут букачку f написать равняется аж ню и мы видим что энергия фотона зависит от чистоты и вот эти вот самые потоны дэн 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 падают на металлическую пластинку которую мы обозвали катодом так вот что интересно у каждой пластинки которая сделана из какого из какого-нибудь определенного металла имеется свой так сказать барьер будем говорить так то есть ну допустим я просто так от фонаря говорю у какого-то фотона есть больше энергия а энергия потом зависит от чистоты вот так вот если частота больше значит энергии будет больше вот и допустим для того чтобы отсюда вырвать электрон с поверхности металла да этот самый фотон должен обладать какой-то энергией поэтому сюда может падать куча всяких фотонов у одного фотона есть частота такая у другого такая у третьего другая и так далее но у каждого фотона да как я уже сказал должна быть энергия такая чтобы ее хватило для того чтобы вот электрон который здесь находится вот вырвать но представим себе такую дурную ситуацию вот скажем вот здесь вот до имеются двери какие-то да вот и бежу и сюда навстречу катится какой-нибудь шарик этот шарик можно катнуть по-разному да кто-то дал бамс сильный удар кто-то слабо удар и так далее и так далее а вот ага значит раз и допустим вот этот вот шарик стукнулся от двери не открыл ее это стукнулся от двери не открыл ее а вот этот стукнулся бак и поехал дальше как будто бы да то есть его энергии хватило для того чтобы открыть двери а этот опять не открыл вот в этой задаче сказано что из каждых двадцати фотонов которые сюда так сказать летят вот один из них до способен вырвать электрон с поверхности металла и этот электрон может быть такой вариант он не полетит дальше он просто вырвался отсюда а силенок то не хватает будем говорить так поехать на анод а может быть такое что энергия вот это вот фотона была такая большая что он мало того что вырвал электрон с поверхности металла а этот электрон еще обладает кинетической энергии это кинетические энергии хватает чтобы достичь анода опа достиг анода опа достиг анода опа достиг анода опа достиг анода то есть сила только с течением времени начинает возрастать и мы видим что здесь вот начинает течь ток, поскольку цепь начинает быть замкнутой. Ну, вот то, что мне хотелось бы вначале рассказать. Ну, так вот, что мы должны были уяснить? А уяснить мы должны были следующее. Что в среднем один из 20 фотонов выбивает электрон. То есть, вот здесь не надо думать, что только какая-то частичка из 20 фотонов летит. Их миллиарднейшее количество находится. Ну, вот, поэтому, естественно, пучок это света, да, падая сюда, какой-то один из них обладает такой энергией, что он способен выпить электрон. Вот этот электрон начнет двигаться к каноду. И в конечном итоге, и в конечном итоге дальнейший процесс уже невозможен. Почему? Потому что нельзя получить тока больше, чем эта пластинка, будем говорить, дает. Вот как бы все уже электроны так продолжают выбиваться, выбиваться, выбиваться. И все. Вот говорят при этом, при этом, что мы достигаем, как бы, тока насыщения. Поэтому ток насыщения здесь у нас тоже виден, да, ток насыщения это у нас 2 милиампера. Вот так вот. Все. То есть, пучок света падает. И один из 20 фотонов выбивает электрон. Бабах, бабах, бабах. Все эти все электроны начинают двигаться к каноду. Вот такой вот процесс, как бы, происходит. Ну, а теперь давайте с вами соображать. Да? Раз мы увидели, что тут имеется ток насыщения, нужно вспомнить, а что вообще такое ток? А ток, который вот здесь возник, это заряд, который протекает вот здесь вот за единицу времени. Я сказал за единицу времени. Будем считать, что единица времени это 1 секунда. Вот все. Правильно? Правильно. Здесь у нас заряд. Что такое у нас заряд? Да? Это количество электронов. Правильно? Количество электронов. Вот и все. Поэтому смотрите, что я делаю. Я могу записать, что сила тока это количество электронов и деленное на единицу времени. Правильно? Правильно. Вот, что мы с вами увидели. А сейчас мы сделаем вот такую вот штуку. Да? Вот, скажем, вот количество электронов за единицу времени. А единица времени это у нас 1 секунда. то же самое записал. У нас сила тока получилась. Но вот эту вот величину я могу обозначить количество электронов за единицу времени я могу обозначить как ни. И тогда у нас сила тока получается равной ни, где ни это количество электронов за единицу времени да? И умножить на заряд одного электрона. Вот. И маленький это заряд одного электрона. Вот видите? Вот такая вот штука получилась. Но с другой стороны у нас сила тока это Q деленное на T значит заряд который будет протекать от катода до нота он будет у нас равен A I T А вместо I я могу написать N I I T Вот такая вот интересная штука у нас получилась. Да? То есть заряд который будет протекать от катода до нота а он равен количеству вырванных электронов с помощью вот этого пучка можно подсчитывать таким вот образом что я сейчас вот здесь вот и запишу мне нужно место но я думаю здесь уже все понятно да? Вот давайте с вами запишем значит заряд это у нас N I и T все думаю что тут ясно все теперь давайте с вами думать дальше да? Вот а за счет чего вот это вот количество вырванных электронов то у нас получается а получается за счет того что количество фотонов количество фотонов вот как я их обозначу N F падает на катод и пусть тут у нас количество электронов за одну секунду да? вот а я теперь скажу что N F это у нас количество фотонов которые будут падать на катод тоже за одну секунду вот тоже за одну секунду количество фотонов тоже за одну секунду которые будут падать на этот самый катод а N I как мы с вами договорились это количество вырванных электронов с катода и тоже за одну секунду тогда я могу смело писать что количество вырванных электронов количество вырванных электронов за одну секунду это то количество фотонов за одну секунду которое падает на катод и нужно поделить на 20 вот и все потому что только один электрон из 20 падающих фотонов выбивается с поверхности катода. Ну и вот откуда берется вот эта вот формула, которая была непонятна. Что количество падающих фотонов равняется 20 электронам. 20 и N. И это количество электронов, которые выбиваются за одну секунду. Вот все. Вот такая вот штукенция у нас получилась. Ну а раз это мы с вами и получили, значит остальная часть она не такая уж сложная для того, чтобы получить как говорится мощность. Ну а теперь давайте вернемся к максимальному току. Вот эти вот все электроны. да, вот они достигают анода. Цепь замыкается, ток начинает течь, все очень хорошо. Вот. А чему же будет равняться максимальный ток? А? Он-то у нас будет равен тому количеству электронов, которые достигают анода. правильно? А какое количество это достигает? Вот оно. Или NF деленное на 20 и умножить на заряд одного электрона. Вот все. Ну а теперь давайте с вами вспоминать. Вот. Что ж такое энергия фотона? Энергия фотона, я еще раз повторяю, это H ню. Правильно? Правильно. Теперь. А что такое мощность? Это та работа. А работу совершает у нас что? Фотоны для выбивания. То есть, Ну давайте. Работа деленная на время. По определению. Это мощность. Работа равна изменению энергии. А энергию-то несут фотоны. Правильно? И на что откуда фотоны? И количество фотонов, которые падают на поверхность, это NF. Вот так вот. И на что я должен сделать? Вот. Сделать, сделать. Ничего не надо делать. Смотрите. NF это у нас количество падающих фотонов за единицу времени. Вот оно у нас время. Поэтому здесь ни на какое время делить не надо ничего. Вот. Потому что по определению видите, вот здесь было записано это количество фотонов за одну секунду. Вот у нас время одна секунда. Вот как рассчитывается эта самая мощность. Вот. Ну и все. Ну и все. Значит, давайте отсюда найдем, чем уравняется NF. Количество падающих фотонов, да, за единицу времени. Это у нас 20 Imax или ток насыщения. Вот. И деленное на I. Где I это заряд одного электрона. Поэтому мощность у нас будет конечная вот такая вот H NU умножить на 20 Imax и деленное все это на I. Вот так решается эта задача. Ну вот отчисленные значения подставил и получил 101 целую и 0,1 ватта. Вот. Ну, можно сказать приблизительно 100 ватт. Ну, вот так вот решается эта задача. Ну, вот ответ. Написал и начал думать, блин, по-моему, ошибку сделал какой-то. Вот. Ну, великовато мощность для фотоэффекта. Вот. И нашел я ее, а? Остановите фильм, подумайте, где ошибка ошибся. Ну, ошибка распространенная. Вот. Как видите, встречается у тех, даже те, кто объясняет. Вот. А где? А вот где? Вот. Милли на 10 в минус третий. Поэтому вот это вот нужно нам все на 10 в минус третий умножить. Тогда, да, мили-то это одна тысячная. То есть, получится у нас 0,1 ватта. Это уже более-менее правильный ответ, когда вы ищете мощность, так сказать, потока фотоэлектронов. Ну, фотонов, фотонов, фотонов. Вот так. Ну, вот все. Так решается эта задача. Если все понравилось и стало все понятно, одна маленькая просьбочка, запишитесь на мой канал, который называется Физика. Это просто. Ну, и лайк не забудьте поставить. Вот такой вот. Пожалуйста, сделайте это. Всем доброго. До свидания. До новых встреч. До